всем привет дорогие друзья с вами я тут мы сегодня мы продолжим играть с вами в hastell castle и вы дорогие друзья задаете мне вопрос а что будет если мы возьмем да и выгоним всех персонажей большого уровня военных из нашего замка будут попадать они у нас в предыдущий уровень или нет и давайте попробуем проведем такой эксперимент специально для вас его произвожу сами понимаете не особая охота но лучше это такие эксперименты делать на начальных уровнях и так что у нас есть у нас есть с вами замок 21 уровня у нас есть с вами тренировочная бойцов 30 уровня у нас с вами есть 6 бойцов 30 уровня 30 30 30 34 здесь один вот здесь 30 уровень и давайте посмотрим нет ли у нас помимо них еще каких-нибудь 30 чтобы не было неприятных сюрпризов так здесь у нас нет вот здесь вот тоже 30 уровень дает 6 боец у нас получается здесь у нас все маленькое смотрим с вами оставшиеся так 10 20 20 10 10 10 10 10 так 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 ну собственно в общем то все вроде как других у нас 30 нет то есть только 6 человек 30 уровня но естественно давайте мы для проверки с вами сходим на арену посмотрим что у нас с вами получится из всего из этого идем участвуем посмотрим куда мы попадем какие будут с нами соответственно бойцы биться ну я думаю что для вас это не секрет что мы попадем с вами к 30 давайте смотреть итак 30 30 30 30 здесь у нас 30 30 30 30 ok так этого мы смотрели уже я уже так тут забыл ну вот здесь кстати есть 31 ты вообще на самом деле очень интересно было бы посмотреть какой уровень замку этого человечка 30 30 30 я думаю что 31 он докупил за денежку скорее всего но вот к сожалению возможности перейти на вот отсюда никак я не знаю как перейти на его замок и посмотреть если вы знаете если возможность посмотреть какой замок какого там уровня что как прокачано у него непосредственно у врага отсюда как-то перейти на его замок то пожалуйста напишите в комментариях я думаю что это будет полезно не только мне но и другим зрителям но вот я к сожалению такого не нашел тоже для аналитики для анализа что у нас происходит иногда этого очень сильно не хватает так но здесь у нас что тоже 30 30 30 30 30 ну в общем вот достаточно простенькие все бойцы мы эту войну с вами проходить не будем вернемся с вами чуть попозже и будем выгонять нашу великую армию и так друзья мы продолжаем закончили мы непосредственно этот бой за лиц с вами третье место тут я уже просто побоялся нападать на вот 167 и 178 в конце и немножко под сдал за сразился с тем кто пониже друзья выполнял схему по 4 первый бой пропускайте и дальше проводите четыре боя на вот к сожалению гадюки вылезли вперед но не страшно мы с вами продолжаем давайте заберем награду посмотрим что нам там дали забрать на 200 у нас есть с вами кристальчиков и заодно здесь у нас еще кучу всяких ништяков по надавали давайте посмотрим кинжальчики монетки ресурсы всякие следующий есть отлично друзьям но теперь перейдем к самому главному самому ожидаемому моменту это к моменту выгона из нашего замка и великолепных воинов которые не раз доказали свои успехи в боях и даже иногда выигрывали войны итак друзья у нас есть четыре войны мы сейчас выгоняем и сразу раздеваем поехали так выгнать где-то у нас здесь еще один есть выигнать ну и всех вот этих вот ребят мы тоже выгоняем отправить 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 и отправить так теперь наша задача будет набрать армию который будет у нас участвовать в боях я думаю что я это сделаю без записи видео но мы потом продолжим и во время сбора своей армии друзья вы скорее всего столкнетесь с определенными трудностями если будете повторять такой эксперимент для себя правда не знаю теперь зачем он вам нужен и же уже провел его у меня трудность заключалась в том что я не всех смог одеть вот например магического оружия мне просто уже нету на 20 уровень это первое сложно из которой я столкнулся ну а вторая сложность то что как вы видите я могу сюда добавить четырех человек но есть только три человека которых соответственно уровень совпадает с уровнем отряда поэтому здесь мне придется как-то умудряться тремя обходиться заодно мы посмотрим попадем ли мы к с вами к двадцатым и попадем ли мы с вами к тем кто сражается тремя бойцами все давайте нападать заходим на арену за билетики участвовать все понеслась папа полный отряд а -ха-ха-ха залить и вот так вот первое значит смотрите уже ограничение да если у вас не полный отряд значит нужно кого-то добирать что давайте искать самого-самого крутого кто у нас есть 10 8 8 блин какая жопа во что я во все ввязался 10 тэнкс 10 10 8 давайте наверное я не знаю так беременных не брать это я знаю такой закон есть так ну вот тут вот наверное можно 10 взять тем более что она там долго еще будет у нас не где-то родно и поэтому мы сейчас я быстренько оденем во что-нибудь не знаю во что потому что оружие нас просто тупо нет вы понимаете там потому что оружие мы все уже раздали которые у нас там оставалось друзьям попроще то есть у нас много всякого 24 25 26 какого хотите даже 22 есть 21 но к сожалению меньше нет ладно давайте хоть что-нибудь и оденем чтобы хоть как-нибудь она могла против стоять все это напасть и 22 вы 17 а слушайте и же 10 надо ее парные кексы но видимо она пойдет голая я так чувствую что будет как амазонка брать так еще здесь у нас у ворот есть самый самый низ идем 13 614 1419 в общем друзья конечно обычно вы шмот же бьете поэтому мы и столкнулись с вами с такой проблемой но в любом случае нам-то важно проверить мы ее сейчас просто потом отправим непосредственно сражаться точнее сражаться заниматься в тренировочную комнату все идем с вами участвуем в битве подтверждаем мощность отряда у нас получается 61 и сейчас мы с вами ждем когда попадем на турнир посмотрим кто из врагов нам будет с вами попадаться ну и заодно как вы поняли в комнате мы с вами пробежались не осталось больше не тридцатых уровней не двадцатых уровней собственно все кого мы могли взять мы все взяли долгий будет судя по всему подбор у нас я наверно это вырежу так друзья нас с вами наконец-то запустил я уже успел сходить в туалет и налить себе кофе и давайте мы посмотрим куда же мы попали поехали 18 18 18 18 18 в общем друзья все судя по всему получилось у нас хотя здесь вот есть 125 сейчас посмотрим что это 17 кстати пятикратный но это чел видите да на донатор так сказать великий вау вот это король вообще до против таких страшно выходить смотрите-ка 26 ну вот кстати на его примере мы с вами можем знаете что посмотреть еще одну интересную фишку по поводу того какие люди попадают вот смотрите что у него получается у него получается здесь 17 здесь 20 здесь 20 здесь получается 26 если все это сложить то у него получится ну грубо говоря 3 20 123 то средний уровень можете посчитать да ну а что у нас получится это получится 20 20 20 20 20 80 83 делить на 4 ну короче в общем размажется сильно вот этот вот уровень и вот такой человек у него реально очень сильный отряд по сравнению со всеми даже несмотря на оружие вот на все на это то есть если вы сделаете себе такой отряд а мы себе можем позволить сделать такой отряд имею уровень тренировочной комнаты 30 то мы здесь будем королями да у него есть вот этот 17 ну и хрен с ним у всех остальных то 20 там она не сильно отличается так что друзья имейте ввиду если вы захотите сделать такой downgrade downgrade своей армии и перейти обратно на предыдущий уровень все это сделать возможно ну а если вы уже сделали большое количество пацанов которые у вас сражаются в армии да то есть больше чем ну вот в нашем случае 4 дата 3 уже к сожалению завести не не сможете но я думаю что вы такое же пробовали так что скорее всего в курсе всей этой ситуации большое спасибо что смотрели подписывайтесь ставьте лайки вконтакте youtube facebook все это есть и есть в описании канала и в описании к этому ролику и также я вас попрошу у меня есть еще один канал который называется мирные игры и к сожалению youtube недавно сделала такую очень неприятную штуку сделала так чтобы монетизация канала можно было начинаться только с 1000 подписчиков там к сожалению очень мало подписчиков я не так часто там выкладываю видео но если вас не затрудни пожалуйста подпишитесь на него я буду вам очень благодарен всем пока пока увидимся